Сначала нога занеслась туда, потом она должна наклониться сюда, чуть выровнять туловище. И потом она должна двигаться, и руки тоже. Аниме. В переводе с латыни – жизненное начало душа. Анимация – оживление, одушевление. Движение – самая суть жизни. Смотри на нее. Вот как ты двигаешься. Это так и делают аниматоры, да? В долгие веках художники стремились к тому, чтобы передать движение. Самые первые попытки создания анимации относятся еще к доисторическому периоду. Этот долгий путь развития анимации воссоздают и испытывают на мастер-классах в Могилеве. 19-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2016». Как это было? От первой анимаевки в 1998 году до анимаевки 19-й прошла целая эпоха. Аниматоры освоили компьютерные технологии, созданы тысячи новых мультфильмов, выросло целое поколение молодых, дерзких и креативных режиссеров и художников. Изменилась и анимаевка. В этом году количество стран-участниц как никогда велико. 381 мультфильм прислали на конкурс аниматоры из 45 стран мира. Среди гостей нынешнего фестиваля и те, кто стоял у самых истоков. Автор самого названия «Анимаевка» белорусский мультипликатор Михаил Тумеля признается, он никогда не думал, что веселая затея с анимационным фестивалем вырастет в такой грандиозный проект. Нехитрая игра слов, но мне она показалась знаковой. Потом уже, когда мы провели вот эту первую анимаевку, она, в общем-то, прошла удачно в Минском кинотеатре «Октябрь». Но в этом тоже какая-то символика появилась, потому что анимаевка потом перекочевала на осень и перешла в другой город. Могилевский анимационный фестиваль давно перестал быть исключительно детским. Серьезные философские вопросы, экспериментальная анимация – то, что притягивает к фестивалю серьезную публику. Этот фестиваль уже сейчас приближается к самому высокому уровню. С другой стороны, опять-таки, смотрит, что в нем есть большой потенциал, заложен, потому что в основе его всегда мы, когда проводим фестивали на своей земле, мы в первую очередь думаем, конечно, о своей анимации в данном случае. И то, что нашей анимации уже больше 40 лет, это, конечно, радует. Саша пока делает свой рисунок, вы работаете над своим. Вот вы можете себе представить, там, жарко вам, вашей собаке, вашей кошке, бабушке, дедушке. Я надеюсь, что вот после мастер-класса дети преодолеют барьер такого боязни того, что они могут что-то сделать и сделать в анимации. Сегодня средства, которые доступны, в принципе, в каждой семье, там, фотоаппарат, там, компьютер или даже планшет и фотоаппарат позволяют сегодня это сделать. Кукольная анимация стоит особняком. По сути, она очень близка к кинематографу. Живые куклы, натуральные движения. Но тем сложнее передать эту естественность посредством покадровой съемки. Этот персонаж может быть соответствующим образом одет. Эту куклу потом одевают в какой-то костюм. Слушай, что ты рисуешь? Мороженое. Это как бы, когда жаркий день, хочется мороженое. Оно тает. У меня изображен жаркий день, и как людям очень жарко, что они очень устали, ноги уже не держат. Конечно, не все они станут аниматорами или режиссерами. А кто сказал, что это необходимо? Главное, что дают мастер-классы – смелость начать. Разрешить себе быть творцом. Что нужно, чтобы стать аниматором? Я считаю, нужно желание. И если захотеть чего-то, то можно добиться всего. И если даже не умеешь рисовать, то это не проблема, потому что всему можно научиться. Пока в кинотеатре «Космос» участники могилевской студии анимации «Карандаш» учатся снимать кукольную анимацию, в червоной зорце звучат голоса, знакомые с малых лет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полиция Панкова и ваши мурные аплодисменты! Вот какая она! Знаете, она даже превратилась немножко тоже в зверя в конце. Так работают с детьми Панковы. Выкладываются голосов и сил не жалеют. И дети отвечают тем же. Мы смотрели, что там поют, танцуют. Вы узнали какие-нибудь мультики? Какие там были? Чип и Дейл, Русалочка. Мы вещали и кричали «Ура!». Актеры профессиональные, все было так классно, красиво пели. Понял реакцию, что ты там делала? Топала, хлопала, что ли? Топала, хлопала, танцевала. Все, то, что они говорили, то я и делала. Детский восторг – лучшая награда для артиста. Панковы признаются, выступать перед детьми – и счастье, и огромная ответственность. Вот, обычно говорят, с детьми сложнее работать, а мы их любим. Многие артисты отказываются, когда говорят, для детей сердечный приступ бывает. А мы уже лет, сколько, 30, наверное. Да, детей-то мы, в принципе, ненавидим. Это же видно, мы их не любим. Мы не любим их ни с солью, ни с красной кровью, ни с апельсинами. Но работаем только для детей. Самые нужные фильмы о добре, о любви, о том, что светит солнце, и на нём тает мороженое, а медведь любит мёд. Цветные карандаши и мудрый наставник – всё, что нужно, чтобы начать делать самые нужные фильмы в мире. Вот если этот круг начнёт как-то вот двигаться, у него появляется некий образ. Или, например, он вдруг говорит «О-о-о-о», он уже оживает, правильно? Или если он слегка сомнётся, то он упрётся в стену. Вот за счёт того, что мы деформируем вот этот вот самый простой обычный круг, мы получаем уже некий образ. Маргарита Нагибина руководит Центром анимационного творчества «Перспектива» в Ярославле, где обучаются делать мультфильмы 3,5 тысячи детей. Но до сих пор она с трепетом вспоминает свой первый мультфильм. Свой первый мультфильм я сняла из веточек дерева просто для того, чтобы сделать рекламного ролика «Приходите к нам в студию». Вот мы наломали вот этих веточек, у нас появились человечки. Мы снимали тогда на киноплёнку и очень боялись, ждали, когда эта плёнка проявится. Но когда она проявилась, мы увидели, что эти человечки реально живут, машут руками и приглашают всех в студию. Мы были в восторге. Сейчас Маргарита Ивановна с радостью смотрит на растущих могилёвских аниматоров. Анимаёвка – это всегда праздник души. Душа – это анимация, одушевление – это анимация. Поэтому для меня это профессионально интересно. Прежде всего, анимаёвка, дети могилёвские. Когда-то, пять лет назад, мы задумали создать детскую студию в Могилёве. Мы задумали сделать анимационное движение очень важным и интересным для могилёвской области. И я считаю, что это удалось. Как рисовали мультики в Древнем Египте, рассказала на своём мастер-классе преподаватель истории анимации Ирина Кадюкова. Самый первый мультфильм в истории – невероятные приключения первых аниматоров. Ирина убеждена, историю анимации невозможно рассказать неинтересно. Впервые анимаёвка совпадает с международным в нём анимацией. И поэтому захотелось рассказать о начале анимации, о её истоках. Они вообще, вы даже не представляете, они там ещё исчисляются тысячелетиями до нашей эры. Первые упоминания каких-то таких вот устройств, которые были, вот зёрнышки из него проросли потом в теперешнюю современную анимацию. Поэтому это всё очень интересно. Для многих гостей анимаёвки фестиваль стал родным детищем. Аниматоры с радостью признают, анимаёвка вступила в возраст совершеннолетия и по годам, и по уровню проведения. Я увидела вот такое качественное изменение анимаёвки. Она действительно становится очень молодой. Молодым фестивалем, я думаю, что вообще, может быть, было бы целесообразно сделать его, вот идти именно в эту сторону. Потому что, ну, взрослые маститы друг про друга и так всё знают. Молодым очень интересно видеть всё новое, очень интересно видеть друг друга, очень интересно общаться. Как показали четыре дня фестиваля, все гости анимаёвки, не сговариваясь, переживают за развитие анимационного обучения не только в крупных городах. Мне очень бы хотелось бы, конечно же, ещё раз это повторяю, чтобы в таких центрах анимаёвка этому могла бы способствовать. Создавались центры анимации, центры, я имею в виду, не обязательно столичных, а вот таких областных центрах, где есть все условия для того, чтобы могли бы быть созданы небольшие производства, которые могли бы выноситься из Москвы, Питера и в том числе и Минска. Если мы увидим там остров сокровищ, мы сразу скажем, это украинская анимация, хотя там вот про пиратов, то есть почерк, конечно, угадывается. Но мы, по крайней мере, кто занимаемся анимацией, мы это видим. А какие черты со стороны видится в белорусской анимации? Да, но мне она очень нравится, потому что она очень мягкая, такая плавная и красивая. 69 детских анимационных фильмов попали в финал конкурсного отбора фестиваля. Выделить из них лучшего просто невозможно, говорят жюри. Как можно оценить детское желание творить? Я за то, чтобы давать как можно больше дипломов, просто детей плащать, пока глаза горят и им хочется делать, нужно, чтобы их труд был замечен и каким-то образом, не то, что и отмечали, но просто сказали, да, вы молодцы, продолжайте, чтобы они к этому не теряли интерес. Не значит, что они будут все аниматорами, но, тем не менее, общее впечатление, вот то, чему их научат педагоги, каким-то законом композиции, работой с музыкой, ритму и, допустим, просто собранности, это все полезно, в будущем им пригодится. Награждение победителей – самый важный момент всей анимаевки. Для маститых аниматоров это заслуженное признание, для самых юных – поддержка, жизненно необходимая для каждого начинающего художника. Пусть пока их сюжеты не притязательны, зато главное – глаза горят. Хомяк ходит в зоопарк и в магазин и покупает там пирожок. Ну, я не ожидал, что я выиграю, но я выиграл, и я рад. Я его делал достаточно долго, примерно два месяца. Что было самое сложное? Самое сложное – это было придумать и нарисовать. И на протяжении четырех фестивальных дней и во время торжественного закрытия аниматоры солидарны в одном. Могилев должен идти в направлении, пусть и авансом выданного звания – Центр анимации. В будущем нам, конечно, очень бы хотелось завязать совместную работу по проведению мастер-классов, киношкол, фестивалей. И вот рядом со мной здесь представитель Ассоциации деятельной культуры по поддержке талантливой молодежи, директор фестиваля «Золотая рыбка», которая активно готова к сотрудничеству по проведению международных конкурсов в России и Белоруссии. Я думаю, что это будет очень хорошим подскорьем для нашей деятельности. Зная, что Могилев – это Центр анимации в Белоруссии, мы, конечно, готовы сотрудничать и продолжать эту деятельность дальше. Больше всего радует старожилов фестиваля то, что с каждой анимаевкой все больше работ присылают на конкурс новички – те, кто только-только начинает свой путь в анимации. Поэтому на закрытии высшую награду Международного фестиваля анимации получили сразу два дебюта. В номинации «Лучший дебют» победили фильм «Дэвид» Дэвида Янсена из Германии и анимационная лента «Чхая» Дебаджана Нанди из Индии. Номинация «Лучшее художественное решение» за Белоруссию. Хрустальный карандаш получила Елена Питкевич за фильм «Марк Шагал. Начало». Молодой человек, давай спите. Интрига фестиваля «Кто получит Гран-при» сохранилась до самого конца. Хрустальный карандаш и диплом в номинации «Лучший фильм фестиваля». Присуждается фильму «Налим Малиныч» из цикла «Гора самоцветов». Режиссер Степан Бирюков. «Россия». 19-я анимаёвка ушла в историю. Гости разъехались, убраны афиши. И только в тихих студиях анимаций уже заточены карандаши и готова бумага. И точно ясно, будут новые, талантливые, а значит, очень нужные фильмы. Редактор субтитров А.Семкин